Северодонецк Вновь попытки жестоких наступательных действий на Донбассе. Это зло. Зло, которое можно успокоить только на поле боя. Защищаем Лисичанск, Северодонецк. Весь этот регион наиболее сложный. Там самые тяжелые бои, но там наши крепкие парни и девушки. Сегодня российская армия взяла под контроль Тошковку, поселок на юго-востоке Северодонецка, подтвердили украинские военные. Эта новость крайне тревожная для группировки войск в этом районе. Для того, чтобы замкнуть кольцо, российским войскам осталось взять два села – Мирная долина и рай Александровка. Новые данные о потерях с начала полномасштабных боевых действий озвучил советник главы Офиса Президента. Алексей Арестович заявил, что погибли уже 10 тысяч украинских военных. Еще 30 тысяч получили ранения. Одна из первоочередных задач сейчас – сохранить жизни и спасать гражданских на Донбассе. Практически все населенные пункты, которые находятся на линии соприкосновения, уже непригодны для жизни. Людям выезжать надо, детям надо уезжать. За три месяца активных боевых действий нет ни единого целого здания. Ни магазина, ни воды. Харьков и пригороды – второй день под массированным ракетным обстрелом. Сегодня власти заявляют о девяти прилетах. Накануне вечером в восточных и южных пригородах взорвались баллистические ракеты. Одна из них ударила по железнодорожному узлу. Повреждены три поезда. На территории также находился волонтерский центр. По словам координатора, разрушены их склады. Военная администрация показала кадры понтонной переправы через реку Оскол. Теперь российская армия может использовать путепровод как альтернативу разрушенному мосту и двигаться в сторону Харькова. В офисе президента харьковчанам советуют вывозить детей из города. Бои и обстрелы – это надолго, считает Алексей Арестович. Мэрия просит жителей не выходить из укрытий. Угрозы захвата нет, однако есть риск погибнуть вследствие ракетного или арт-удара. Поменьше находиться вне дома или укрытия. Прошу вас верить не тому, что непонятные люди вывешивают у вас на подъездах или рассказывают в очередях, а пользоваться проверенной, достоверной информацией. Накануне правительство призвало жителей Херсонской области уезжать, чтобы облегчить работу ВСУ во время контрнаступления. Эвакуироваться официально разрешили через Крым в третьи страны. По украинскому закону, напомню, пересечение границы через закрытые Киевом пункты пропуска в Крыму – это административные правонарушения. На сегодня это едва ли не единственный гуманитарный коридор. Назовем его так, ведь он не гуманитарный официально. Но так можно выехать. Если есть возможность, она должна быть. Найдите, пожалуйста, ее. Выезжайте. Особенно с детьми. Люди с детьми. Молодые семьи. Выезжайте, пожалуйста, через Крым. У четырех приграничных областей Беларусь сосредоточила около четырех тысяч военных и несколько сотен единиц бронетехники, сообщает Минобороны. Накопление сил проходит ежедневно. Однако угрозы нападения нет, считают в СНБО. Накануне слухи об открытии нового фронта с Беларусью опровергли в офисе президента. Мы владеем информацией, что сейчас происходит на территории Беларуси. На сегодняшний день мы не видим угроз, потому что там нет достаточного количества сил и средств для того, чтобы совершить такое контрнаступление, как 24 февраля. В Министерстве юстиции впервые показали спецлагерь в одной из западных областей Украины, где содержат российских военнопленных. По словам министра Дениса Малюськи, российские военные занимаются деревообработкой и приносят пользу украинскому обществу. Жители Киева власти просят в ближайшие дни, особенно завтра, избегать центральных районов и правительственного квартала. Здесь считают, что Россия может перейти от угроз к действиям и нанести удар по так называемым центрам принятия решений. Максим Плоткин, РТВА, Киев. 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 Продолжение следует...